По данным официальной статистики, за месяцы летних каникул в РФ гибнет более 500 детей. Для предотвращения несчастных случаев была инициирована Всероссийская акция «Безопасность детства». Итоги ее регионального этапа подвели во вторник. Суть самой акции состоит в том, чтобы объединить усилия ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности людей, и в том числе детей, а также активизировать общественные объединения, общественные движения, активность граждан, родителей и самих детей. И вот эти усилия сконцентрированные должны привести к тому, чтобы меньше травм детских было на территории всех регионов, в том числе и нашего, и гибель детей предотвратить. Я имею в виду гибель, конечно, от предотвратимых причин. Акция объединила усилия прокуратуры, полиции, ГИБДД, МЧС, в том числе инспекции по маломерным судам, подразделения администрации муниципальных районов, а также многочисленных общественных организаций. Наша задача – выявлять факторы, угрожающие жизни и здоровью детей на различного рода объектах, каких – парках, скверах, пляжах, детских и спортивных площадках. И выявлять не только факторы, но и сами объекты. Заброшенные здания и сооружения, колодца, неогороженные ямы, открытые люки, сломанные, незакрепленные конструкции, и я ставлю многоточие, все, что представляет опасность. Данные статистики демонстрируют рост количества детей, получивших травмы в результате падения из окон. В этом году это пять случаев. В прошлом – четыре. Погибших нет. Число несовершеннолетних пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось с 63 до 48. Погибших также нет. Но вот у МЧС статистика менее оптимистичная. В текущем году погибло два ребенка на территории Ивановской области. Причина этих пожаров – неправильная эксплуатация печей. В прошлом году трое погибших. Причины гибели – это неосторожное обращение с огнем. Но многих происшествий удалось избежать. Как показала акция, одним из самых эффективных инструментов выявления угрожающих жизни и здоровью детей факторов оказалась горячая линия. За лето на нее поступило 41 сообщение. Это жалобы на свободный доступ к заброшенным строениям, на аварийные детские и спортивные площадки, а также на дефекты дорожной инфраструктуры. Был обследован 51 объект. По всем выявленным недостаткам сделаны запросы в профильные ведомства. 70% обращений решены с положительным или частично положительным результатом. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.